Теперь немножко о сердце Вообще сердце, а еще больше ЭКГ присутствует в каждой олимпиаде, по-моему Но здесь я вывела сердце в нескольких проекциях Это, соответственно, компьютерная томография, УЗИ и МРТ КТ и МРТ просто, чтобы вы представляли, как это выглядит А УЗИ реально уже в олимпиаде присутствовало И нужно было разгадать, что это за органы и каким методом снят Обратите внимание, что на КТ и МРТ На срезах сердце, ну в смысле на срезах Все как будто, ну вам кажется, что зеркально Но представьте себе, что вы смотрите на этот срез снизу И тогда все встанет на место Просто иногда сердцем-то понятно, что оно обычно слева Хотя вас могут спросить, кстати, о том, с какой стороны расположено сердце Справильно или несправильно И дать вам фотографию права расположенного сердца Такое тоже бывает Потому что оно на самом деле, оно же посередине, просто верхушка склонена Да, но если вы посмотрите здесь, вам покажется, что она склонена вправо Но если представьте, что это снимает человек как бы снизу То сердце нормально расположено На всех этих снимках всегда так Надо просто к этому привыкнуть Ага, вы спрашиваете про методы УЗИ, там, эластографии или что-то вроде? Нет, обычно достаточно УЗИ Сердце четырехкамерное В норме перегородка полная Если перегородка не полная, то уже порог сердца Их бывает много совершенно разнообразных Правая половина всегда полностью венозная Левая полностью артериальная Соответственно, клапаны Клапаны справа Между предсердиями и желудочками Трехстворчатый, он же тригоспидальный клапан Слева между предсердиями и желудочками Двустворчатый и метральный клапан Между частями сердца всегда клапаны створчатые На выходе в сосуды клапаны полулунные И состоят из трех как бы карманов Которые заполняются при попытке обратного тока крови Клапаны называются по соответствующим сосудам Соответственно, в легочный ствол выходит легочный клапан А в аорту аортальный клапан Клапаны работают одновременно То есть оба створчатых вместе и оба полулунных вместе Створчатые клапаны поддерживаются сухожильными нитями и папиллярными мышцами Которые могут тоже, могут немножко менять конфигурацию открытия клапана Но в основном клапан открывается и закрывается пассивно За счет движения, ну за счет изменения давления Вот здесь как раз показан, ну это правда кальцифицированный, если видно Полулунный клапан аортальный И здесь замена двустворчатого клапана Сердце должно работать в течение всей жизни как насос И последовательно должны всегда сокращаться предсердия, а затем желудочки Для того, чтобы обеспечить такое последовательное сокращение в цикле Существует проводящая система сердца Более того, сердце у нас на самом деле достаточно крупная мышца И нам нужно, чтобы в этой мышце все возбуждалось более-менее синхронно Поэтому в сердце и нужны проводящие волокна Сердце обладает миогенной автоматией Это значит, что в узле автоматии находятся клетки, которые по происхождению являются мышечными Они способны генерировать ритм То есть их задача как раз таки не в том, чтобы сокращаться и обеспечивать силу сокращения сердца А их задача состоит в том, чтобы генерировать ритм сокращения Самый главный узел автоматии это синоатриальный, он уже синусно-предсердный узел Здесь генерируется основной ритм сердца 60-80 ударов в минуту Далее от него идут межузловые проводящие пучки и межпредсердный пучок Бахмана Соответственно, по межпредсердному сигнал передается на второе предсердие, по межузловых На узел автоматии второго порядка, он же атриовентрикулярный или предсердно-желудочковый Атриовентрикулярный узел способен генерировать свой ритм, но в норме этого не делает Его ритм примерно 40 ударов в минуту Может генерировать ритм при поломке первого узла Соответственно, вот это единственное место, где возбуждение может перейти с предсердия на желудочке То есть, если говорить о связи кардиомиоцитов друг с другом То, по сути, миокард имеет две функциональные части Одна это предсердия, которые синхронно должны сократиться И вторая это желудочки И вот эти два миокарда, предсердные и желудочковые, они в норме не связаны друг с другом И связывают их только вот эти проводящие пучки через атриовентрикулярный узел Прежде чем возбуждение перейдет на атриовентрикулярный узел Существуют специальные волокна, переходные зоны, в которых происходит атриовентрикулярная задержка То есть, здесь происходит... Синоатриальный узел, он нужен для того, чтобы генерировать ритм сердца То есть, там есть клеточки, которые возбуждают все сердце, остальное А второй в норме не работает, но он работает, если первый сломается Чтобы желудочки хотя бы сокращались А могут спросить на Олимпиаде, прости, атриальную блокаду, атриовентрикулярную блокаду? Ну, атриовентрикулярная блокада, она встречалась один раз давно Как-то на Олимпиаде, синоатриальный нет Вернемся, то есть, атриовентрикулярная задержка, зачем она нужна? То есть, это момент, когда вот эти проводящие волокна начинают вместо того, чтобы очень быстро потенциал проводить через сердце, начинают проводить очень медленно Она нужна для того, чтобы предсердия не успели сократиться, прежде чем начнут сокращаться желудочки Потому что в сокращающиеся желудочки перекачать кровь достаточно сложно Возбуждение переходит на атриовентрикулярный узел И отсюда уже идет на пучок гиса, к ножкам гиса По ним распространяется на волокна Пуркинье Вот пучок гиса, ножки гиса и волокна Пуркинье как раз нужны для того, чтобы быстро передать возбуждение на весь огромный и толстый миокард желудочка, особенно левого Потому что по проводящим волокнам передается возбуждение гораздо быстрее, чем по кардиомиоцитам Несмотря на то, что рабочие кардиомиоциты связаны между собой такими же щелевыми контактами, через которые могут проходить ионы И по сути представляют собой функциональный синцитий Волокна Пуркинье тоже могут генерировать ритм Вызвать этот ритм достаточно сложно, он примерно 20 ударов в минуту Но тем не менее они потенциально способны к этому И сердечный цикл Заполнение желудочков в основном по большей части на 80% происходит в момент общей диастолы То есть когда расслаблено сердце, желудочки спокойно, пассивно заполняются Дальше из синоатриального узла распространяется возбуждение по предсердиям И примерно 0,1 секунду длится фаза систолы предсердий Фаза систолы предсердий приводит к накачиванию дополнительных 20% объема крови в желудочке И дальше следующая фаза начинается с систолы желудочков В фазе общей диастолы, которая, кстати, 0,4 секунды длится при частоте сердечного сокращения 75 ударов в минуту И в фазе общей диастолы, в фазе систолы предсердий закрыты створчатые клапаны, закрыты полулунные И как раз-таки в фазе систолы желудочков, то есть сокращение желудочков Створчатые клапаны сначала закрываются И начинается сначала первая часть этой фазы Это изоволюмическое сокращение желудочков Когда желудочки сокращаются Насчет того, что там давление внутри желудочков еще ниже, чем в аорте Изгнания крови не происходит И вторая фаза Это фаза изгнания Когда, соответственно, открываются полулунные клапаны И кровь переходит уже в соответствующие артерии Ну и далее за счет эластичности артерий Аорта растягивается и протолкивает кровь дальше Как только желудочки начинают расслабляться Как только начинается диастола Клапаны полулунные закрываются И после того, как желудочки расслабились Открываются створчатые клапаны Здесь показан снимок с функционального МРТ Как это все происходит Соответственно, вот здесь находится предсердие Вот здесь желудочки Но клапаны не очень видно Тем не менее, видно, как работает сердце Да, соответственно, фаза систолы желудочков Длится 0,3 секунды Полный сердечный цикл 0,8 секунд Но это при 75 При 75, да Соответственно, если частота сердечных сокращений увеличивается То это все будет короче Или наоборот Да, соответственно, два круга кровообращения Тут стандартно На что бы я хотела обратить ваше внимание Вот здесь от сердца отходят три сосуда Чтобы вы понимали, что это за сосуды Начнем отсюда Это левая подключичная артерия Это левая подключичная артерия Раздваивается, идет в плечевую артерию Ну, приходит в плечевую артерию И в позвоночную артерию Которая через, ну, вот в районе затылочного отверстия Входит в мозг Это сонная левая Левая сонная артерия Которая, соответственно, разделяется на внешнюю и внутреннюю сонную И тоже идет в мозг А вот третья Это безымянная артерия Которая далее делится на правую сонную И правую подключичную А можно назвать плечи головным стволом? Можно плечи головной ствол Но я, кстати, как-то в Олимпиаде видела просто безымянную артерию Поэтому обращаю внимание на то, что она так называется Подключичная Левая подключичная и левая сонная выходят отдельно А, соответственно, безымянная, он же плечи головной ствола Она разделяется на правую сонную и правую подключичную Ну, функции те же, соответственно На что еще я хотела бы обратить внимание Напомнить вам, что существует воротная система печени Про нее, пожалуйста, не забывайте И существует также печеночная отдельная артерия Которая снабжает печень крови Ну и, конечно же, у млекопитающих есть Ну, в том числе и у человека, конечно же Есть еще коронарные сосуды Которые снабжают стенку сердца кровью Потенциалы действия в разных областях сердца отличаются Потому что разные области сердца несут разные функции Можно выделить два таких варианта потенциала в действии Это потенциалы рабочего миокарда Вот, например, у предсердия они обычно гораздо короче, чем у желудочков Обратите внимание Да, в желудочках, например, вот эти потенциалы Они, которые находятся в клетках, которые находятся снаружи Они гораздо короче, чем в клетках на внутренней части миокарды Но, тем не менее, принципиально они выглядят похоже И другой вид – это ПД узлов автоматии Вот они Они отличаются уже по форме Потенциал действия кардиомиоцитов Во-первых, отличается по длительности Что сразу бросается в глаза Длительность ПД кардиомиоцитов примерно от 100 до 300 миллисекунд В то время как потенциалы действия в нервных клетках Они 1-3 миллисекунды длятся Первая фаза, точнее фаза 0 Фаза деполяризации Она связана с активацией все тех же быстрых натриевых каналов Которые деполяризуют мембрану Здесь принцип тот же Далее начинается реполяризация Благодаря тому, что открываются калиевые каналы Ну и пытаются реполяризовать клетку Но не тут-то было Потому что в кардиомиоцитах есть еще кальциевые каналы L-типа И эти кальциевые каналы Они открываются при деполяризации Правда, медленнее Обратите внимание Вот они натриевые, открылись там быстро А вот при длительной деполяризации открываются кальциевые каналы И кальциевый ток уравновешивает калиевый ток То есть кальций входит в клетку Потому что кальция в клетке концентрация тоже ниже, чем в межклетнике Калий выходит из клетки И получается такое равновесие в течение длительного времени Которое носит название фазы плато Это вторая фаза, соответственно, обозначается классически И дальше фаза реполяризации При очень долгой деполяризации открываются дополнительные калиевые каналы Они, соответственно, впускают еще больше калия Калий перевешивает кальций И возникает реполяризация Соответственно, длительность потенциала действия Зависит от типа клетки И она, соответственно, каждая клетка Она регулирует количество этих каналов всех И поэтому фаза плато может быть длиннее или короче Блокатором кальциевых каналов Л-типа И является такое вещество, которое называется виропамил И виропамил его используют, кстати, для лечения сердечной недостаточности Как ни странно Например, при различных патологиях сосудов Сердце-то тоже страдает То есть сердце пытается, допустим, в атеросклеротичный сосуд Который не растягивается, как можно больше крови накачать И только перенапрягается Чтобы снижать активность сердца При таких вот патологиях используют такие блокаторы Да А кальция в клетке больше или меньше? В клетке мало Да, снаружи много Извините, а сколько еще раз длится? От 100 до 300 миллисекунд Ну, то есть, на самом деле, очень легко запомнить, как Мы вспоминаем, что у нас в состоянии покоя фаза сокращения предсердия 0,1 секунду Правильно, систола предсердия? Это 100 миллисекунд 0,1 секунда – это 100 миллисекунд А систола желудочка в 300 миллисекунд Ну, в смысле, 0,3 секунды – 300 миллисекунд Ну, соответственно, как бы понятно, что потенциал действия и сокращения, они взаимосвязаны И как раз у сердца, у сердца длинные потенциалы действия, они нужны для того, чтобы избежать титанических сокращений Поэтому они соответствуют примерно длительности сокращения рабочего миокарда Вот, ну, я думаю, вам понятно, почему нельзя, чтобы сердце входило в тетанус Да, понятно, хорошо Вот, соответственно, вот длительность потенциала действия Вот он запускает сокращение и расслабление В принципе, допустим, вот здесь заканчивается фаза рефракторности Здесь уже практически расслабилась мышца И даже если мы вызовем здесь потенциал действия, да, то все равно еще пройдет время, пока начнется новое сокращение То есть сердце успевает полностью расслабиться до возникновения следующего потенциала действия И это очень важно, да, это то, что отличает сердечную мышцу от скелетной мышцы Как происходит электромеханическое сопряжение в кардиомиоцитах? Ну, здесь, в принципе, похожая система на скелетную мышцу Здесь тоже есть Т-трубочки Есть цистерны саркоплазматического ретикулума, который подходит к ним И внутри которого хранится кальций Но здесь отличается механизм высвобождения кальция То есть поскольку у нас кальций входит снаружи через кальциевые каналы L-типа На саркоплазматическом ретикулуме есть специальные рианодиновые рецепторы Рианодиновые рецепторы – это кальций, зависимые кальциевые каналы То есть как только вошел кальций, он действует на эти рецепторы И это приводит к выбросу кальция из саркоплазматического ретикулума Таким образом концентрация кальция сильно возрастает Извне входит только 20% необходимого для сокращения кальция Его называют спусковым кальцием После взаимодействия с рецепторами высвобождаются остальные 80% кальция И вот уже при наличии этого кальция возможно нормальное сокращение Ну а откачка кальция тоже происходит с помощью кальциевой этой фазы В саркоплазматический ретикулум и с помощью натрия кальциевого обменника И кальциевой этой фазы соответственно во внешнюю среду Ну а натрий потом выкачивается с помощью натрия калиевой этой фазы Вот как раз-таки такой механизм он позволяет применять еще и для корректировки работы сердца Так называемые сердечные гликозиды Которые входят в состав, например, ландыша и других растений Ну вот, например, оубаин, одно из самых известных Вот, они являются блокатором натрий-калевой этой фазы Ну, конечно же, их высокая доза смертельная, но невысокая, как всегда, является лекарством И при невысокой дозе они как бы блокируют натрий-калевую этой фазу немножко И это повышает внутриклеточную концентрацию натрия Соответственно, если натрия в клетке много, то этот обменник работает хуже И концентрация кальция в клетке возрастает И, соответственно, во время сердечных сокращений сердце сокращается сильнее Здесь именно идет, ну, то есть такой препарат, его назначают именно при сердечной недостаточности Когда именно сердце сокращается недостаточно сильно В узлах автоматии сердца потенциалы действия отличаются по своей форме Дело в том, что в узлах автоматии сердца во время покоя потенциал нестабильный То есть идет медленная диастолическая деполяризация Это связано с тем, что здесь находятся специфические натриевые каналы Которые являются активируемой гиперполяризацией и чувствительными циклическим мононуклеотидом каналами То, которое через них идет, называется фанни Ученые его так назвали, потому что им показалось очень забавным Что в состоянии покоя открываются натриевые каналы, а не при деполяризации, как это было раньше И, соответственно, натрий после реполяризации начинает подтекать в клетку Естественно, когда натрий постепенно входит в клетку, это вызывает деполяризацию Но она идет достаточно медленно и достигнув критического уровня А потенциал покоя вот в этой точке составляет примерно минус 65 мВ, минус 60, минус 65, а здесь там минус 40 мВ Вот, достигнув критического уровня, начинается уже быстрая деполяризация Но быстрая деполяризация здесь, она, например, не такая быстрая, как в кардиомиоцитах Вот в кардиомиоцитах работали действительно быстрые натриевые каналы А здесь деполяризация обеспечивается за счет кальциевых каналов Т-типа То есть это еще один тип кальциевых каналов Кальций входит в клетку И нарастание потенциала, оно медленнее, чем если бы здесь были быстрые натриевые каналы Но, тем не менее, достаточно для узлов автоматии А чем кальциевые каналы Т-типа отличаются от кальциевых каналов Л-типа? Они по разной скорости? Да, скорость активации, вот Л-типа, они медленнее активируются, чем Т-типа Вот Ну вот они начинают активаться еще вот здесь, небольшое количество Но потом еще обеспечивают деполяризацию Соответственно, после деполяризации открывается калиевый канал Они реполяризуют клетку, но после реполяризации опять включаются HCN-каналы Натрий входит в клетку и все повторяется То есть таким образом эти клетки, они сами по себе генерируют ритм На них может влиять симпатическая и парасимпатическая нервная система Соответственно, при стимуляции симпатических нервов наблюдается учащение сердцебиения Для того, чтобы увеличивать частоту сердечных сокращений Необходимо ускорить частоту генерации потенциалов действия синоатриального узла Соответственно, стимуляция симпатических нервов приводит к тому, что на сердце, на синоатриальный узел действует норадреналин Там находятся бета-адренорецепторы, которые приводят к повышению циклического аденозин монофосфата в клетке А мы говорили, что если полностью расшифровывать название натриевых каналов То они чувствительнее к циклическим мононуклеотидам То есть повышение уровня циклического аденозин монофосфата приводит к их активации еще больше То есть они активируются раньше и в большем количестве Поэтому медленная диастолическая деполяризация происходит быстрее Что касается стимуляции парасимпатических нервов Это приводит к тому, что ацетилхолин действует на М2-холинорецепторы И эти рецепторы снижают количество циклического аденозин монофосфата в клетке И, соответственно, это приводит к тому, что натриевые каналы активируются медленнее Клетка сильнее гиперполяризуется И поэтому фаза медленной диастолической деполяризации удлиняется И, соответственно, потенциал действия возникает позже Вот эти эффекты, связанные с эффектами на синоатриальный узел Их называют хронотропные И учащение сердцебиения будет положительным хронотропным эффектом А замедление отрицательным Кроме того, адреналин и норадреналин Ну, конечно, в большей части адреналин Могут влиять и на рабочий миокард И рабочий миокард, соответственно, увеличивает свою сократимость То есть он будет выбрасывать больший объем крови за каждый сердечный цикл И такой эффект называют, соответственно, инотропный эффект Итак, когда сердце наше работает, мы слышим, как оно стучит Эти стуки правильно называются тонами сердца И мы с вами слышим первые два тона сердца даже невооруженным ухом Свои мы тоже слышим, но свои таламус вырезает И поэтому в сознании они не появляются Но чужое сердце мы услышать можем Первый тон – это момент закрытия створчатых клапанов То есть этот тон возникает в начале систола желудочков Второй тон – это закрытие полулунных клапанов Соответственно, этот тон возникает в конце систола, то есть в начале диастола желудочков Третий, четвертый тон – их нельзя услышать невооруженным ухом Их можно зарегистрировать специальной аппаратурой И третий тон – это тот момент, когда желудочек расслабился полностью И начинает наполняться кровью И кровь, она создает гидравлические удары стенки желудочка И повозникает третий тон Четвертый тон связан с вибрацией стенок предсердий при их сокращении Но третий-четвертый тон просто так вы не услышите Слышны только первый-второй тон Также здесь обратите внимание на перепад давления в желудочках Очень огромный То есть для того, чтобы из ноля достигнуть 120 мм рт. столба И потом опять расслабились, опять давление ноль Это давление, характерное для левого желудочка Соответственно, в правом желудочке давление гораздо ниже Впрочем, как в предсердии Именно поэтому клапаны, связанные с левым желудочком Они чаще выходят из строя Это метральный и артальный Встречаются задания с патологиями тонов сердца Но вот здесь характеристики даны для разных тонов Неразной частотности Но вряд ли вы там высчитаете частоту Отличите на глаз 120-150 Тем не менее, обычно, когда вам дают снимки с патологиями Все равно там есть какие-то обозначения или цифры Или стрелочка на патологию Нужно главное понять, где эта патология расположена Как правило, кстати, второй тон Он более высокоамплитудный И по этому признаку можно его отличить Вот здесь римскими обозначен первый и второй тон И, как вы видите, при артальной недостаточности Артальная недостаточность Это неполное закрытие клапана Наблюдается вот такой дальше шум сердца Он такой немножко двухфазный Это значит, что после второго тона После того, как должен был закрыться артальный клапан И желудочек расслабилась Кровь полилась Начала проходить через этот клапан Обратно из аорты в желудочек Существует метральная недостаточность, например При метральной недостаточности, наоборот Получается, протекает метральный клапан Между предсердиями и желудочками Соответственно, здесь будет шум В тот момент, когда проходит систола желудочка То есть клапаны закрыли Желудочек начинает сокращаться, наращивать давление А кровь через этот клапан Он протекает, соответственно, обратно в предсердие Еще есть похожая патология Ну, немножко такая же, но немножко другая, как говорится Пролапс метрального клапана Здесь происходит выворачивание створок клапана Из-за этого возникает щель То есть если метральная и артальная недостаточности Не связаны, как правило, с возрастным отложением Там кальция или еще чего-нибудь на этих клапанов Из-за чего они теряют эластичность И уже хуже смыкаются То, соответственно, пролапс Он как раз характерен, наоборот, для подростков Для более молодого возраста И при пролапсе метрального клапана Тоже можно наблюдать шумы между первым и вторым тоном Но, соответственно, они немножко вот ближе ко второму тону появляются Стеноз – это сужение клапана То есть когда происходит отложение, например, опять же солей на клапане И клапан, он не полностью открывается То есть он открывает просвет Но этот просвет уже, чем должен быть в норме Соответственно, при стенозе возникает шум В тот момент, когда кровь идет Должна идти через этот клапан Например, при артальном стенозе Происходит сужение артального клапана И в тот момент, когда желудочки сокращаются И они выдавливают кровь в аорту До закрытия этого клапана Кровь выходит плохо И то же касается метрального стеноза При метральном стенозе, соответственно Происходит сокращение предсердий И вот когда предсердия должны перед первым тоном Выдавливать кровь в желудочке Здесь получается такой шум сердца Вот, нужно просто логически подумать Обычно в этих заданиях Где должны располагаться эти шумы В той или иной патологии И таким образом можно их дифференцировать в задании Ну, кстати, такое задание Оно было пару лет назад, что ли Где нужно было определить, какая патология Там три из этих, блин Две я добавила дополнительные Но самое популярное, что касается сердца На Олимпиаде, это, конечно же, электрокардиограмма Электрокардиограмму нужно понимать, знать Как она располагается И выучить основные патологии Соответственно, электрокардиограмма Отражает электрическую активность сердца Как бы получается, что когда мы говорим О электрокардиограмме Не очень корректно говорить о сокращении сердца Да, мы знаем, что есть электромеханическое преобразование То есть, что после прохождения возбуждения по кардиомиоцитам Произойдет дальше сокращение сердца Но, как бы, напрямую ЭКГ отражает только распространение возбуждения А не сокращение сердца Первым, кто записал электрокардиограмме Был Гюст Дезири Уоллер на своем бульдоге Ну, понятно, что собаку достаточно легко Можно приучить стоять лапами в физрастворе Вот, и вот такая вот была первая запись Но распространилось, стандартизовал этот метод Вильям Эндховен Кроме за изучение, он получил Нобелевскую премию И вот три стандартных отведения по Эндховену Чаще всего, ну, до сих пор используются в кардиографии Помимо других способов записи Вам обычно предлагают задания Именно вот в трех отведениях по Эндховену В других вариациях я не видела В других отведениях, чтобы вам задания давали Вот, есть еще грудные отведения Принцип тот же, но электроды располагаются на груди А при отведениях по Эндховену Электроды располагаются на руках и ногах Нужно, чтобы записать электрокардиограмму Нужно правильно расположить электроды Красный электрод всегда располагается на правой руке Левый, на левой руке желтый электрод На левой руке зеленый электрод И на правой ноге черный электрод По кругу, чтобы запомнить Каждая женщина злее черта Вот, это такое мнемоническое правило Чтобы вы не путали электроды Соответственно, таким образом формируется Первое, второе и третье отведения Отведение – это сторона между двумя электродами Эта сторона обязательно имеет направление То есть, например, в случае первого отведения Электроды, эта сторона направлена от правой руки к левой И не наоборот, если, конечно, вы правильно надели электроды Второе отведение направлено от правой руки к левой ноге Третье отведение от левой руки к правой ноге Направление сторон очень важно А что такое отведение вообще? Отведение – это, соответственно, у нас будет Сторона треугольника, на которую будет проецируется Вектор активности сердца И отведение возникает между вот этими двумя электродами Ну, по сути, отведение Ну, как бы в каждом отведении мы вычитаем один электрод из другого Например, в первом отведении мы значение левого электрода вычитаем из правого Поэтому мы имеем такую сторону Ну, то есть, как бы и так далее Вот Соответственно, для каждого из вот этих отведений записывается своя кривая Чёрное заземление А ещё раз Первое – это правая рука, левая рука Потом второе – это правая рука, правая нога Правая рука, правая нога Правая нога – это заземление Оно не участвуют в треугольнике Вот А, соответственно, третье – это левая рука, левая нога Вы знаете уже, что по кардиомиоцитам распространяются потенциалы действия Представим, что по сердцу распространяются потенциалы По каждому кардиомиоциту распространяются потенциалы Каждый кардиомиоцит – это, по сути, маленький вектор И мы можем зарегистрировать сумму этих векторов То есть сумму распространения электрического сигнала по сердцу Дальше предположим, что вектор распространяется как-то так Мы можем только суммарную электрическую активность в сердце регистрировать И мы помещаем этот вектор в треугольник И проецируем, соответственно, нашу Похоже на схемку приливания крови Ну, вам не совсем такая Ну, может, чуть есть такое Вот, и проецируем на три стороны И на каждой из сторон этого треугольника получаем какой-то размер вектора Соответственно, если вектор, который мы изучаем Направлен в ту же сторону, что и сторона нашего треугольника То мы будем иметь положительные отклонения в этом на электрокардиограмме Ну, вот, например, при этом положительные отклонения, например, во втором отведении Будет выше, чем в третьем и в первом Видите, здесь самая большая проекция получилась Но иногда бывает так, что вектор направлен в другую сторону Или вообще равен нулю Например, если мы сделаем Может быть вот такой, например Почему бы и нет такой вектор Тогда во втором отведении у нас будет ноль В первом мы получим положительные отклонения А в третьем Отрицательные отклонения Понятно? То есть как бы то вполне реальная ситуация Когда, ну у нас, конечно, так сердце не располагается Но вполне реальная ситуация Когда в этом треугольнике у нас будут вот диаметрально противоположные какие-то значения Где-то плюс, где-то минус В каждом отведении в норме мы получаем вот такую кривую Из чего эта кривая состоит? Она состоит из зубца P А зубец P возникает, вот здесь показано Как раз таки при распространении возбуждения по предсердиям Из синоатриального узла Далее Следует синоатриальная задержка И предсердие они, соответственно, возбудились и сокращаются Это ПК Вот этот вот сегмент Когда есть здесь изоэлектрическая линия Дальше начинают возбуждаться желудочки У желудочков очень сложная схема возбуждения Сходящая из одной точки От атриовентрикулярного узла По межжелудочковой перегородке К вершине, потом по сторонам А еще распространяется от внутренней части миокарда к внешнему То есть как бы такая 3D сложная картина И в итоге, пока возбуждаются желудочки Мы видим этот сложный комплекс QRS Вот это все отражает распространение потенциалов действия по желудочкам Далее желудочки возбуждены Полностью охвачены возбуждением И ничего не происходит То есть у всего желудочка фаза плато Соответственно, мы видим здесь Опять прямую линию Называется, соответственно, между S и T Вот здесь прямую линию И дальше зубец T Зубец T это реполяризация желудочков Реполяризацию предсердий мы не видим Так как, во-первых, она обычно происходит Во время сокращения, возбуждения желудочков Во-вторых, на самом деле она происходит так как-то плавно И все вектора как-то друг друга аннигилируют Что ее как бы не видно даже при разобщении предсердий желудочков Не особо-то видно Бывает еще зубец U Это индивидуальное такое отличие Некоторых людей Ни разу такого человека не видела, правда Но говорят, бывает И раньше считали, что зубец U это признак человека с экстрасенсорными способностями Но корреляция точно не устанавливана Может, я не встречалась с экстрасенсами просто Как определить вертикальную или горизонтальную ось сердца? Это достаточно частое задание в Олимпиаде Вот смотрите, это стандартные записи для первого, второго, третьего отведения Которые вы получаете, если вы посадите какого-нибудь испытуемого Наденете на него электродики Вы получите такие записи Что по ним могут спросить? Могут попросить рассчитать частоту сердечных сокращений Вот, но частота сердечных сокращений читается достаточно легко Вам просто нужно измерить количество миллиметров между RR-зубцами И у вас в задании обязательно должна быть скорость протяжки лента И дальше вы берете скорость протяжки ленты Делите на расстояние между RR-зубцами И умножаете на 60 Получаете ЧСС Вот, это достаточно легко Ищется, да Но немножко сложнее понять, как определить вертикальную или горизонтальную ось сердца У всех сердце располагается слева Ну, большинство, опять же Что? Слева Посередине вершина направлена слева Влево Вот И У всех вот этот угол наклона, он немножко разный То есть Может быть вот так угол наклона А может быть вот так угол наклона Соответственно, вектор RR-зубца в этом случае будет проходить вот так А в этом случае будет проходить вот так И дальше мы можем спроецировать это сердце на три стороны Так Ну, у меня не очень ровно, наверное, получается Но, тем не менее Обратите внимание, что просто по математическим законам Второе отведение – это сумма первого и третьего Да? Чуть Так Поэтому второе отведение К тому же сердце ему всегда наиболее параллельно Его не смотрим А вот как раз смотрим на первое и третье Если сердце расположено горизонтально То амплитуда в первом отведении будет больше, чем в третьем А если сердце расположено вертикально То амплитуда в третьем отведении будет больше, чем в первом Вот Электрическая ось сердца обычно коррелирует с анатомической осью сердца Вертикальное расположение сердца характерно для высоких худых людей, а горизонтальное характерно для коренастых людей Но опять же это не всегда, то есть корреляции есть чаще всего так, но не всегда это справедливо Соответственно здесь можете видеть пример записи для людей, это у нас получается с горизонтальным расположением сердца и с вертикальным То есть для того, чтобы это определить, вам нужно все три отведения, ну как минимум первые два Итак, какие еще патологии можно увидеть по ЭКГ? Во-первых, это блокады межпредсердных пучков, мы помним, что узел автоматии находится на правом предсердне А на левой располагается с помощью межпредсердного пучка Бахмана И соответственно, если возникает блокада, то может возникнуть раздвоение, соответственно, П-зубца Либо вот такой вот странной формы П-зубец То есть это все связано именно с блокадой перехода возбуждения с одного предсердия на другого Атриовентрикулярная блокада При атриовентрикулярной блокаде первой степени происходит удлинение ПК-сегмент То есть ПК становится длиннее и желудочки возбуждаются чуть позже, чем должны При атриовентрикулярной блокаде второй степени не каждое возбуждение предсердия переходит на желудочки То есть есть возбуждение, ну может быть П-зубец, без КРС-комплекса И при атриовентрикулярной блокаде третьей степени желудочки и предсердия, они сокращаются независимо друг от друга То есть предсердие, П-зубец, он возникает регулярно, а КРС-комплекс возникает с частотой работы атриовентрикулярного узла То есть где-то 40 ударов в минуту Ну тут как-то один попал, только КРС-комплекс Аритмия – достаточно распространенная патология Вопрос в том, как считать частоту сердечных сокращений, если вам дали аритмичное КГ Нет, посчитать среднее между самым большим расстоянием между РР-зубцами и самым маленьким Среднее арифметическое и дальше по формуле Вот, но здесь еще экстрасистолия, она может быть предсердная желудочковая Предсердная, соответственно, будет наблюдаться аномалия П-зубца вниз, например Здесь еще и аритмия, обратите внимание Вот, желудочковая экстрасистолия, она встречается чаще Соответственно, это такой очень высокий комплекс Может быть направлен сначала вверх, потом вниз, либо наоборот После которого следует пауза и дальше нормальная электрокардиограмма Желудочковая экстрасистолия возникает из-за того, что в желудочке внезапно возникает возбуждение Охватывает весь желудочек без предсердий И оно как бы идет вне очереди и не начинается из привычного нам пучка ГИСа То есть это какая-то клетка, вероятно, волокна Пуркинье просто генерирует это возбуждение И как бы оно проходит по сердцу Экстрасистолы могут возникать с небольшой периодичностью в норме Но если они возникают часто, то это уже повод обратиться к кардиологу Но она в разной степени выражена у всех людей, по-моему Да, и просто бывает там от физнагрузки может, от нервного стресса возникать Но она может там, то есть если она возникает чаще, чем раз в несколько часов, то это уже не очень хорошо Блокада ножек пучка ГИСа приводит к раздвоению эрзубца Но дело в том, что вот, допустим, на стандартных отведениях его не всегда хорошо видно На втором еще более-менее видно И поэтому для, ну вот блокаду ножек чаще всего смотрят на грудных отведениях При грудных отведениях видно очень хорошо При том еще можно отличить блокаду разных ножек Справа-левая Да, левая и задняя еще есть Да, ну ее у меня на слайде нет просто Инфаркт миокарда Самая любимая, опять же, олимпиадная патология Кошачья спинка, которая возникает при инфаркте По которой инфаркт легко распознается Но реально при инфаркте ЭКГ может меняться в течение достаточно долгого времени Потому что инфаркт это такой, да А почему вот эта инфаркт миокарда на своде кошачьей спинка? Потому что по форме похоже Вот видишь, тут хвостик торчит, голова торчит Это некий образ мне напоминает, как знаете, когда этот бетон съел слона или что там было Да, вот здесь то же самое Вот, то есть поэтому назвали кошачьей спинкой Просто по форме похоже Я, кстати, в этот раз не нашла Где-то и находила даже вот такую картинку Что типа там кошечка даже нарисована внутри этой кошачьей спинки То есть инфаркт, он делится на несколько фаз Так скажем, есть вообще изначальная стадия ишемии Она характеризуется подъемом Т зубца И, соответственно, на этой стадии обычно сердце только испытывает нехватку кислорода А вот дальше уже, когда происходит реперфузия То есть самое страшное в инфаркте это не ишемия, а реперфузия То есть что это значит? Это значит, что сначала сосуд закупоривается тромбом На митохондриях накапливаются электроны в клетках, которые недополучают кислород А потом, когда этот тромб исчезает, получается так, что появляется кислород внезапно И очень много электронов И кислороды, они начинают брать неправильное количество электронов Кому-то электроны не хватает И свободные радикалы получаются То есть активные формы кислорода, которые начинают отбирать эти электроны У каких-нибудь нормальных молекул, белков, липидов и так далее Соответственно, клетка гибнет, калий изливается наружу Свободные радикалы тоже И начинают, соответственно, как вы понимаете Если концентрация калия внеклеточная повышается, клеткам становится плохо Потом там еще и саркоплазматический ретикулум разрушается, в котором кальций Высокие концентрации кальция тоже токсичны Свободные радикалы То есть все для того, чтобы соседям было плохо Кто-то из них умирает, кто-то из них просто выключается из синцития И в итоге вот этот отчаг, он может быть разного То есть может расти, если применены были, например, антиоксиданты То тогда он может там уменьшиться как-то Но тем не менее, то есть получается на первой стадии клетки погибли Соседи вышли из сети, да, генерации Отключили свои щелевые контакты от других клеток И тоже не возбуждаются Потом, значит, из этих соседей кто-то умер А кто-то, наоборот, включился опять И может генерировать потенциал действия А потом еще вот эта поврежденная часть, она рубцуется соединительной тканью То есть вот эти все стадии, они могут изменять электрокардиограмму А соединительная ткань, кстати, не проводит электричество Сейчас кардиомиопатия Так, кардиомиопатия Сейчас не могу включить Кардиомиопатия это когда часть кардиомиопатии Меоцитов изменяется либо жиром Да, да, правильно Все это рубцует Как вы сказали, кардиомиопатия И, соответственно, ЭКГ меняется после инфаркта в течение нескольких лет Первый месяц достаточно активно Да, и вот кошачья спинка Это как раз-таки самая острая фаза Когда много калия, когда повреждения Можно искусственно вызвать инфаркт Это делают студенты у нас на практике с лягушками Они просто разрушают клетки какой-нибудь мышцы И кладут, допустим, эту мышцу с разрушенными клетками на сердце И вот эта область, куда выделился калий из разрушенных клеток Она перестает проводить электричество И возникает тоже такая кошачья спинка Патологии Фибрилляция Соответственно, может быть предсердная желудочковая Предсердная выглядит, соответственно, вот видите как Желудочковая совсем плохо выглядит При фибрилляции начинает по предсердиям или желудочкам Соответственно, циркулировать возбуждение И кардиомиоциты не сокращаются синхронно и одновременно То есть это возбуждение перетекает из одной части сердца в другое И в общем-то все И реполяризоваться сердце полностью не может Фибрилляция желудочков вот так выглядит на электрокардиограмме Был недавно вопрос, когда использовать дефибриллятор Соответственно, вот именно в этот момент надо его использовать Другой вариант, ровная линия, там тоже, кстати, был в ответах Но если просто ровная линия, вы пришли, подключили кардиограф И просто ровная линия, вы не знаете, как долго она ровная Поэтому уже, может, и нет смысла Когда вот такая штука, то используют дефибриллятор То есть можно ответить, ровная линия, дефибрилляция желудочков Ну, там все-таки более, это более правильный ответ Просто если ровная линия, то вы можете использовать дефибриллятор Если уйти на ЭКГ ровную линию и знаете, что она только что появилась А, понятно Да? Если вы как бы не знаете, как долго эта линия ровная То смысл его использовать? Смысла нет И отдельно еще можно выделить ЭКГ с кардиостимулятором Кардиостимуляторы применяют в случае, если какой-то из узлов автоматии отказывают В том числе, например, при атеровентрикулярной блокаде используют его тоже Соответственно, может быть однокамерная стимуляция, может быть двухкамерная Стимул от электро... от этого стимулятора Он очень узкий, очень высокий И, соответственно, гораздо выше, чем с БЦР И вот здесь можно видеть вот эту двухкамерную стимуляцию Два стимула, видите? По мере прохождения крови через всудистое русло Давление падает, пульсация снижается И, соответственно, самым большим сопротивлением обладают как раз-таки артериолы И в них происходит самое большое падение давления И снижение... сглаживание пульсаций Вот, в венах давление нулевое практически может быть отрицательным И поэтому существует специальный механизм подъема крови из вен Что же касается малого круга, тут давление гораздо меньше Три типа сосудов Соответственно, капилляры состоят из одного слоя эндотелий Вены и артерии из трех слоев Обязательное содержит эндотелий Эндотелий – это обязательный компонент всех сосудов И снаружи находится эластический мышечный слой Их толщина отличается у артерии и вены У артерии они толще И соединительная ткань, как у любых других органов Капилляры Капилляры бывают трех основных типов Наиболее распространенные – это сплошные или непрерывные Это капилляры, которые имеют сплошной эндотелий Через которые могут проходить какие-то очень мелкие молекулы Но они могут в основном, конечно же, через такие капилляры Происходит обмен веществ, например, газы Или вот какие-то небольшие молекулы Такие капилляры не содержатся в мышцах Вот в нервной системе, несмотря на то, что непрерывные капилляры Но они там еще и модифицированы Между ними плотные контакты И они вообще ничего не пропускают Ничего, только то, для чего есть переносчики Вот Также такие капилляры, ну в смысле непрерывные В различных железах, легких, гладкой мускулатуре В сердце Финистрированные или окончатые капилляры Это специальный тип капилляров Которые характерны для различных органов и тканей Которые что-нибудь выделяют Что-нибудь такое, так скажем Например, гормоны Например, вот через такие капилляры Может происходить всасывание в кишечнике Вот Они есть, например, в сосудистом сплетении мозга И синусоидальные Это капилляры, через которые могут мигрировать клетки Соответственно, они будут располагаться в органах кроветворения Либо с этим связаны Например, в селезенке, в красном костном мозге И так далее То есть это Ну и в печени Это такой характерный для них тип Подъем крови из нижних конечностей Происходит благодаря тому, что в нижних конечностях венах есть тоже полулунные клапаны И кроме того, вены проходят между крупных мышц И, соответственно, когда мышцы сокращаются Они проталкивают кровь вверх А клапаны не дают обратно крови спускаться Вот оказывается, на самом деле, у нас огромное количество крови находится в нижних конечностях И от этого страдают, например, космонавты Потому что, когда они прилетают на орбиту и оказываются в невесомости То, как правило, у них на пол-литра объем крови практически сразу уменьшается Через потери, через мочу Как раз таки из-за того, что у нас эта кровь вся скапливается в нижних конечностях А у них, когда они оказываются в невесомости, очень возрастает венозный возврат Ну и регуляция кровотока Есть регуляция краткосрочная и долгосрочная по времени Краткосрочная регуляция метаболизма связана с тем, что метаболиты ткани могут влиять на сосуды И при появлении большого количества метаболитов сосуды расширяются Расширение сосуда приводит к увеличению кровотока Метаболиты вымываются, сосуд снижается К метаболитам относятся различные ионы, парциальное давление кислорода, углекислого газа и так далее Долговременная регуляция кровотока в органе осуществляется за счет его воскулиризации То есть, если, например, мы занимаемся спортом Вернее, не занимаемся спортом То количество сосудов в наших тканях небольшое Ну, в смысле, в наших мышечных тканях Чем больше мы занимаемся спортом, тренируемся У нас сначала там как раз накапливаются лактаты ионы всякие, да, которые вызывают неприятные ощущения Но если мы занимаемся на регулярной основе спортом То постепенно прорастают новые сосуды И, соответственно, мышцы получают больше кислорода Кроме того, в разных ситуациях Возможная нервная регуляция кровотока Как правило, эффекты парасимпатической нервной системы связаны с понижением артериального давления и частоты сердечных сокращений И, например, расширением сосудов в кишечном и кишечном тракте А симпатическая нервная система имеет обратные эффекты Гуморальная регуляция Соответственно, гуморальная регуляция направлена на поддержание нормального давления крови И она осуществляется через гипоталамогипофизарную систему Через антидиуретический гормон И через ренино-ангютензин-альдостероновую систему И обе системы направлены на повышение артериального давления в случае нехватки воды в организме Все эти системы работают, так как в сосудах есть тоже рецепторы Есть чувствительные зоны в сосудах И эти чувствительные зоны располагаются в артальном тельце и в каротидных синусах Артальные тельцы – это специальная чувствительная область на аорте Каротидные синусы – это, соответственно, место разветвления сонной артерии на внутреннюю и внешнюю Там находится множество рецепторов, которые передают сигнал в нервную систему И нервная система может уже корректировать состояние крови Кроме химического состава, там измеряется еще степень растяжения стенки И есть такой барорефлекс Барорефлекс осуществляется через вот эти барорецепторы в стенке соответствующих артерий Вот в норме, если следует средний уровень артериального давления 100 мм тутного столба То есть это, например, 120 на 80, да, у нас здесь давление То они посылают вот такую импульсацию То есть в момент, когда сердце выбрасывает кровь, они начинают посылать импульсы чаще А затем постепенно эти импульсы замедляются Вот, если давление слишком низкое, то импульсация снижается и выглядит таким образом Если давление слишком высокое, то, наоборот, импульсация повышается и выглядит это так Соответственно, задача барорефлекса – поддерживать давление в норме Если у нас барорецепторы присылают неправильный сигнал Например, сигнал о том, что давление повышено То эта информация передается в продолговатый центр И продолговатый мозг И через, соответственно, в сосудодвигательные центры И через симпатическую или парасимпатическую систему Идет возвращение артериального давления в норму И, соответственно, так покруто Если отклонение наоборот, в сторону понижения, то срабатывает обратная реакция То есть идет в таком случае сокращение сосудов и повышение частоты сердечных сокращений Субтитры создавал DimaTorzok